всем большой привет сегодня мы с гизби будем снимать для вас влог соскучились по влогам и вы и мы да мы маленькие давно уже не снимали такое видео а вот этой вот маленькой балбесине зевающей он только что проснулся я его вытащила из тепленького местечка решила вывести погулять у нас выпал снежок на улице чистенько поэтому я надеюсь гизби меня особо не измажется комбинезончик мы еще не купили да тот нам стал мал мы его отправили нашей подписчице она прислала нам фотографии как ее малыш ходит в твоих вещах они ему так подошли и шлейка подошла все подошло поэтому сейчас мы в поисках какого-нибудь хорошенького комбинезон чека не знаем даже что купить посоветуйте что вы одеваете именно мокрую погоду своим щеночком какой фирма ваши комбинезики но мы пошли гулять пока мы не ушли на улицу хочу вам показать вот такой вот новенький гаджет у меня появился это такая вот портативная зарядочка для айфона принципе для ipad и подходит хватает ее на 5 зарядок для айфона видите форме печеньки такая вот фирма она бюджетная мне ее подарили очень я довольна вы ее заряжаете сюда вставляете этот проводок этот вставляете в разъем юсби заряжаете примерно на 12 беру всегда собой в принципе не маленькая вещица видите размером с ладошку но зато хватает на большое количество зарядочек если у вас айфоны которые вечно садятся советую вам обязательно купить и вообще не будете знать такой проблемы когда садится телефон самый неподходящий момент а запутался запутался у кого лапы перекрутились боги за у нас чтобы закончились пакетики кстати уже просто реально когда их не хватает ли они заканчиваются у вас начинается паника давай вперед бежим младенец да я думаю такими темпами детьми на стопудолку гулять не будем руки мерзнут на улице холодно между прочим а где снежок ай-яй-яй вот уже весь снегу да даже самые любимые снежные шарики а что у хозяйки есть так опять запутался нет ну как так можно было перекрутиться перекрутился весь это не мячик это снежок причем я сейчас ему его брошу и он его съест как ты просить умеешь как я тебя научила просить ну-ка давай служить 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 давай вот вот так вот так вот ему походу сколько прыгать пошли напишите у вас собака реагирует так на снег или нет кто плачет кто плачет уже даже куст к тебе он примотался малыш вот это вот единственный минус когда вы гуляете собакой на поводке потому что он все время путается где шарик куда-то он делся потерялся и вот 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 да и вот и вот и В Гесби, видите, стоит в ванной уже грязными своими лапами. Мне тут все испачкало. Сейчас мы будем мыться. Я вам хочу показать новые шампуни, которые мы приобрели. Уже сейчас буду мыть этими шампуньками собаку в третий раз. Нам они нравятся гораздо больше, чем которые у нас были до этого от производителя и в Сен-Бернар. Я здесь скотчиком заклеила интернет-магазин, в котором я заказывала. Честно говоря, мне вообще не понравилось обслуживание в этом интернет-магазине, поэтому я даже советовать вам его не буду. Чего, малыш, сел? Сел мой маленький. Такой уже грязный стал. Такой пыльный. Вот смотрите, крем-кондиционер-концентрат для шерсти собак и кошек. Шампунь концентрированный на травах глубокой очистки для кошек и собак. Если на вашем шампуне, так же, как и на моем, написано, что его нужно разбавлять, советую вам взять какую-нибудь бутылочку маленькую. Как отмерить нужное количество шампуня и бальзама? На каждом шампуне и бальзамчике у нас с вами есть надпись. Если вода мягкая, то разбавляйте 1 к 20. Если вода средней жесткости, то 1 к 16. А если жесткая, то 1 к 12. Для начала проще всего сделать следующим образом. Открыть шампунь. Налить в колпачок. Переливаем в бутылочку. И теперь, раз разбавлять нам нужно 1 к 12, нам нужно налить 12 крышечек воды. Это примерно вот столько. Первый раз вы отмерьте, как нужно, чтобы вам визуально понимать, сколько воды на 1 крышечку шампуня вам потребуется. А потом уже просто будете на глаз ориентироваться. Например, вот 2 крышечки на 1 мытье я использую. Соответственно, водички вот так вот наливаю. Вот столько у нас с вами получилось средства. Крышечкой я закрываю. Теперь нужно хорошенечко взболтать. Образовывается сразу же вот такая густая пена. Раньше ушки я им вот так вот затыкала и старалась, чтобы в ушки водичка не лилась. А сейчас, я уже так посмотрела у профессиональных громеров, они просто льют на голову. Собака автоматически вот так вот делает ушки назад, и ничего в ушки не попадает. Никакая вода. Ну, конечно, будьте внимательны, осторожны. Но вот я сейчас уже поняла, что затыкать их не имеет смысла, да, малыш? Получается вот такая вот прям пена. Этой пеной очень легко мыть собачку. Грязь сразу начинает стекать. Молодец. Молодец. Давайте с вами немножечко поболтаем за чашечкой вот такого фруктового смузи. Детский пеной тоже любит смузи. Я ему даю прям маленькую вот прям капельку иногда на кончике пальчика. Он, конечно же, с радостью всегда слизывает. Очень нравятся ему такие натуральные фрукты и овощи. Хотя, если давать много, конечно же, слизятся глазки. Что, друзья, хочу сказать. Сходила в магазин. Смотрите, сколько я бананов купила. Наверное, я сейчас даже не подниму это все одной рукой. Морку упала. Ух! В общем, вот столько. Тут почти 3 килограмма. Купила специально. Буду для своего второго канала снимать видео о бананчиках. Для тех, кто не знает. Я сейчас вам так подробнее расскажу. Я все-таки открыла свой второй канал. У меня был мой канал, на который было подписано много, в принципе, народу. Я там выкладывала всякие свои диайвайи. Ну, что-то как-то мне не пошло. Все это мне надоело. В общем, канал у меня остался. Подписчики там тоже остались. Но все предыдущие видео я удалила. И сейчас, поскольку занялась именно таким правильным питанием, перешла на вегетарианство. Стремлюсь вообще к веганству. Каждый день что-то готовлю без использования животных продуктов. Поэтому решила, как вы знаете, дать вторую жизнь тому каналу. Очень часто я сейчас там выкладываю видео. Я его, по-моему, открыла 2 недели назад. И, в принципе, можете зайти, посмотрите. У меня уже там достаточное количество видео. В общем, приглашаю всех, кто заботится о своем здоровье. Это уже мои более-таки взрослые подписчики. Мои ровесники и старшие. Я думаю, именно вам это будет, возможно, интересно. Обязательно вам оставлю ссылочку. Канал называется Яна Бри. И английскими буквами ВЕК. Когда я что-нибудь кушаю, я Гесби никогда ничего не даю. Он вот так вот стоит и просит. Ну, пальчики облизать. Всегда пожалуйста. Я думаю, от этого вреда никакого не будет. Но ему все равно вкусно. Какой-то остается, видимо, запах на пальчиках. Да, малыш? И Гесби может определить, что ела хозяйка. Сейчас я ела блинчики из цельнозерновой муки. С арахисовым маслом. Очень было вкусно. Я тебе вообще-то рассказываю, что ты ешь. Какое ты блюдо употребляешь с моих пальчиков. Все, вкусно было? Вот и пообедал, да, малыш? Еще он обожает слизывать с рук крем для рук. Даже когда просто пойдешь, помоешь мыльцем ручки. Он тоже всегда подходит и сразу начинает их лизать. Не знаю, насколько может вообще нравится кому-то вкус мыла. Это же такая гадость. Что тут? Ну все, ну все, ну все. Наконец-таки я доделала свои благотворительные блокнотики. Их получилось у меня 4 штучки. Плюшевые, очень красивых цветов. Вот так вот выглядят блокнотики. Я их разложила на подоконник. Не знаю, будет вам хорошо видно или плохо. Такой голубой, даже я бы сказала, васильково-синий. Плюшевые, видите, вот здесь вот такие кулончики с зайками. К каждому блокнотику идет в конверте. Кстати, вот этот скотч я покупала в фикс-прайсе. Сейчас, если он не далеко, я вам его покажу. Очень классные. Вот они, видите, вот такие вот. Если вы видите, купите. Такой же розовый блокнотик. Здесь тоже у нас зайка. Такой сиреневый. Тут у нас вот такая зайка. И бирюзовый. Вот такой вот прилочек. Везде, видите, разноцветные ленточки. Внутри блокнотики с разноцветными листиками. Сейчас не буду открывать. Вы знаете, как я делаю. Чередую беленькие листики. И цветные листочки. С обратной стороны у нас ничего нет. В общем, вот такая получилась классная стопочка. Кто не видел видео, которое называлось «Мечты сбываются», оставлю вам ссылку под этим видео. В нем я рассказывала вам, откуда взялись деньги, почему вообще пришла идея сделать такие блокноты и передать их на благотворительные цели. В декабре в Москве будет проходить огромная масштабная ярмарка, где все хендмейдеры смогут выставить свои какие-то товары. И все деньги с продажи этих товаров будут перечислены в благотворительные фонды. Я просто передаю заранее уже вот эти приготовленные блокнотики людям, которые занимаются благотворительностью. Получилась очень забавная история с этими блокнотами. Я вам тоже в каком-то виз-видео показывала, как я покупала ткань для этих блокнотов. Такие медальончики маленькие с фигурками заек. И так совпало, что когда я стала связываться с девушкой, что я вам хочу передать такие блокнотики. Ярмарка называется Душевный базар, я вам забыла бы сказать. Она мне говорит, знаете, Яна, вот было бы классно, если бы как-то на этих блокнотиках где-то был символ нашего душевного базара, это заяц. Я просто была в шоке от того, что у меня все блокнотики уже были сделаны зайцами, хотя я не знала, что символом их душевного вот этого базара будет зайка. Гетсби залег в свою берлогу, греется и дрыхнет. Всем пока! До новых встреч! До гетсби!